хороший белый супер очень хорошо что не мой потому что видите как работает двигатель что могу сказать многочисленные пропуски по цилиндрам причем по всем цилиндрам давайте попробуем выкрутить свечи для начала сделать замер компрессии и посмотреть посмотреть причин попробовать определить причину вот такой вот работы двигателя машинка у нас с пробегом 90 тысяч приехала к нам исправлять масложор начало 11 года 21 палец все мы это конечно сделаем но вот хотелось бы для начала понять да понять не будет ли то же самого после того как мы поменяем поршни да то есть понять причину подобной работы а Продолжение следует... Видно дымок, да, из второго цилиндра? Свеча вся в масле, абсолютно вся. Тимур, давай попробуем компрессию замерить. Крутите, Тимур. Десять. Десять. Давай. Хорош. Ноль. Давай. Девять с половиной, но не ноль. девять с половиной явно больше чем давай все тему спасибо так что мы имеем четыре цилиндра в трех из них компрессия ближе к десяти ну где-то чуть больше где-то чуть меньше второй цилиндр компрессия равна нулю то есть не набирает нисколько дайте попробуем изучить состояние цилиндра да что у нас представляет собой поршень что собой представляет купона попробуем внедриться в цилиндр с помощью камеры и посмотреть что же там внутри попробуем прокрутить двигатель и выставить положение второго цилиндра в нижнюю мертвую точку чтобы более детально нам его разглядеть и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, поршень у нас в нижней мёртвой точке. Давайте попробуем, так сказать, углубиться и что-нибудь изучить. А если быть точно, посмотреть, что собой представляет днище поршня. Ну, что собой представляет, оно и так понятно при состоянии свечи. То есть свечка у нас вся была в масле, скорее всего, и днище поршня тоже будет в масле. Но потеря компрессии. Казалось бы, наличие масла в цилиндре должно, наоборот, уплотнить цилиндр и повысить нам компрессию. У нас она равна нулю, напомню. То есть разобраться с причиной именно потери компрессии именно во втором цилиндре. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как я и говорил, поршень весь в масле. Скинки цилиндра пока ничего не вижу, пока всё красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и клапана, что представляют собой наши клапаны. Вот он, красавица. То есть сгорел клапан выпускной на втором цилиндре. Попробуем передвигаться. То есть, что мы имеем, подведём итог. Что мы имеем на данном двигателе? Понятно, что масложор. Понятно, что десятый год. Пробег под сотню. Поршни-то мы поменяем. Это не проблема. Проблема, на самом деле, разобраться, что с головкой. Скажу сразу, головка была уже в ремонте. То есть, следы красного герметика говорят о том, что головка вскрывалась. Скорее всего, был перескок. Скорее всего, были заменены клапаны. Скорее всего, что чаще всего, к сожалению, случается, экономят народ на клапанах. Ставят более дешёвые. Хотят, так сказать, обмануть судьбу. Но вот судьба, она не обманывается, к сожалению. И что мы имеем на данном автомобиле? Это прогар. Прогар выпускного клапана. И скажу сразу, по практике, состояние остальных клапанов, скорее всего, будет близким к прогару. Двигатель мы разберём, скорее всего, в среду утром. Так что, будем это делать в прямом эфире. Присоединяйтесь, я думаю, будет интересно. Всем спасибо.